Продолжение следует... Я сразу относился к этому скептически, потому что люфты в шестеренках не уберешь. Ну, собственно, так оно и получилось. Но, как демонстрационная модель, верниер работает. Значит, для понимания вопроса. Приемник прямого усиления, дальнейшее развитие детекторного приемника. И, значит, работает только на корзиночную катушку. И для еще понимания. Вот я нахожусь в Тамбове, в подвале. Вот это вот потолок, это уровень земли. То есть, грубо говоря, на полтора метра ниже уровня земли. Ну, что ж, включу. Ну, всякие буржуевские станции неинтересно. Субтитры создавал DimaTorzok Для себя выказывают симпатию о дюжиному Чурову, который стал причиной самой кровавой и самой страшной войны в истории человечества. Будет ли какая-то реакция на появление подобной игры со стороны украинских правых и индийских органов, она должна быть, но вот будь клинна, это очень приятно. Трубы из человеческой ксимии, которой никогда не бывало. Владыка Артинский Эаб из муравьев людей наделал, а их оружие на счет. К сожалению, усилитель туповат в данном случае, не мешало бы предварительной. Значит, что хочу сказать. Мне удалось принять в данных условиях 20 радиостанций. Без наружной антенны. Республика, что произошло в этой альтернативной истории, если Гитлер взял Москву? Нет о том, что ждал в этом случае Украину, там никакого намека нет. Это хит ФМ, на средних молодых. По-моему, вещает из Приднестровья. В общем, приемник работает, избирательность у него хорошая. Применение катушки положительно-обратной связи дало увеличение чувствительности и избирательности. Но это все неинтересно. Интересно, когда он работает с наружной антенной. Сейчас все подключу и покажу. Итак, подключил внешнюю антенну. В начале диапазона пионерского полезли к полиганчике, любители свободного эфира. Покрутим немножко. Я радиопланеты не слышал, я слышал радиопроверка. Но все-таки проверка, точно не знаю, но она проверка. Сетчатные модули, бандерное качество. Больших плюсов для радио. Вот проверка и радиочемпион. Значит, тебя обоюдка была, проверка. Посильнее работает, очень, потише. Потому что мэра подальше. Мой позвонил 0,5, 0,5, 0,5. И укрой язык рассматривал. Что это передавать-то на планету? А планета, если что, она проверку передаст? Ну, не знаю, планету мы слышим. Прием, прием. Что? Такое право. Перекрасывание. В общем, и жилье. Слышно? Максимально я принимал хулиганье из Курска. Повторяю, я не радиолюбитель. Я слесарь. Пробежимся по диапазону. То есть, санкции везде. Какие наличие, которые обновляют тренировки. Там, насколько я помню, следующее, что регулярный чемпионат был приостановлен. На входе, как в лагеря. Писали какие-то лозунги, типа, работа делает свободно. Ну, так и написали, что, типа, все, кому там можно убереть, умрут. То есть, станции есть. Их много. В общем, я доволен его работой. Но! Нет законченности, нет шкалы, нет нормального верниера. Поэтому завтра, послезавтра и послезавтра я буду их изготавливать. К этой же конструкции. Сделаю верниер. Покажу, как его можно сделать просто. Чтобы было доступно всем. С хорошим понижением и со шкалой. Чтобы это было достаточно красиво и технологично. И не сложно. Без применения всевозможных токарных станков и всего остального. Ну, а я пока послушаю радио. Самая интересная станция, которую мне удалось принять, это радиогазета Слово, питерская. Мощность передачек не знаю, но какая-то слабенькая. 828, по-моему, 828 килогерц работает. Вот. Ну, в общем-то, всем удачи, всем всего хорошего. Стройки-приемники. Был бы радиолюбителем, построил бы сложный. А я продолжу делать верниер и шкалу. Не удержался. Нашел вот эту станцию. Радиогазета Слово. Вот. Всего мне удалось принять на него, слушаясь, то есть, можно сказать, в наушниках от самых маленьких до самых крупных станций, которые пробиваются на мой приемник, их всего было 49. Вот. При применении катушки положительной обратной связи и количество, если точно подбирать ее, чуть ли не под каждую станцию, я думаю, что потенциал еще есть. Но я этого делать не буду. Мне достаточно того, что я слышу. Я слышу ХИТ-ФМ, я слышу религиозное радио православное, я слышу Свободу, я спокойно слышу вот эту радиогазету, я слышу, как же это украинское, украинское, что-то там про Крым они там вещают. Я не беру во внимание на русском языке китайцев, иранцев, ну и всех остальных. То есть, для приемника на полевом транзисторе, мне кажется, очень хорошо. Повторяю еще раз, я не радиолюбитель, я слесарь. Я слесарь. Всем удачи! А так станций очень много. Просто перелистываю. Но очень неудобно с данным КПЕ, поэтому всем до свидания до того момента, пока сделаю верниер и шкалу.